Как уже Евгений Науч сказал, действительно много зависит от того, какой материал приходит на молекулярно-генетическое тестирование. И сегодня в своем докладе я хотел бы осветить те важные методологические, в том числе аспекты, которые важно учитывать в мультидисциплинарной команде и врачом-патологоанатомом, и онкологом, и молекулярным генетикам в построении верной тактики лечения пациента. В настоящее время уже вышла, в 2021 году вышла новая классификация опухоли легкого, и эта классификация выбрала все самое лучшее, что было в предыдущих классификациях. И, конечно же, важная роль здесь отводится непосредственно молекулярным биомаркерам. Наша роль как патологов состоит в том, чтобы оценить и исследовать присланный материал в результате либо резекции, то есть операционный материал, либо полученный в результате биоптаток. Если мы говорим о операционном материале, то здесь роль патолога остается прежней. Это микроскопическое исследование с отображением типа опухоли, паттернов роста, инвазии в плеевру, краев резекции и других параметров, которые должны быть в заключении и, конечно же, влияют на стадию. А стадия влияет на лечение данного пациента, так же, как и молекулярно-биологические характеристики опухоли. Однако, здесь хотелось бы сделать акцент на том, что, когда мы говорим о немелкоклеточном раке легкого и мелкоклеточном, это не два гистологических подтипа. Это группа гистотипов, которые объединены общим понятием. Конечно, мы должны учитывать и тип материала, в частности, операционный, либо биопсийный, который к нам поступает. И если мы посмотрим на текущую молекулярную гистологическую классификацию опухоли легкого, то здесь можно разделить данный тип опухоли на несколько групп. В частности, немелкоклеточные карциномы – это все карциномы, которые составляют либо плоскоклеточные, либо аденокарциномы. Причем к этим аденокарциномы относятся и крупноклеточную, в том числе карциному, и крупноклеточную нейроэндокринную карциному. К мелкоклеточным относится непосредственно мелкоклеточная карцинома. Отдельную группу составляют нейроэндокринные опухоли легкого, в которые входят типичные и атипичные карциноиды. И мелкоклеточная карцинома – крайне гистологически разнородная опухоль, и генетически она довольно-таки разнородна. В настоящее время выделяют четыре молекулярных подтипа мелкоклеточной карциномы, однако моркологически, конечно, мы ее можем заподозрить на этапе биопсии и подтвердить непосредственно с использованием маркеров, характерных для данного типа опухоли. Это иммуногистохимическая экспрессия транскрипционного тиреоидного фактора ТТФ1, и, в частности, три маркера, которые должны быть использованы для подтверждения нейроэндокринной дифференцировки. Это синаптофизин, хромогранин и CD56. И важная также характеристика, что практически всегда данный тип опухоли связан с мутационной подписью, характерной для табакокурения. Отдельной группой стоят нейроэндокринные опухоли, которые в новой классификации также остались разделены на атипичные и типичные карциноиды. И характеристика атипичного и атипичного карциноида гистологически, конечно, основана на числе метозов и на наличии некрозов, где атипичный карциноид демонстрирует по некоторым данным промежуточную форму между мелкоклеточной карциномой и атипичным карциноидом. Однако, по другим данным, это не совсем является промежуточной формой. И, конечно, число мутационных событий в данных нейроэндокринных опухолях крайне низко, то есть они не связаны с подписью табакокурения мутационной, и не зависят их пути патогенеза от табакокурения. Другой же опухолью, которая тесно связана с табакокурением, относится плоскоклеточная карцинома, и в новой классификации она осталась. Однако и характеристики иммуногистохимические и морфологические данные опухоли сохранились с экспрессией иммуногистохимической белков P63, P40 и цитокератина 5-6, где белок P40 является довольно-таки специфичным и рекомендуется для использования на этапе биоптатов. Важным изменением, которое произошло в этой классификации, стало введение паттернов роста и непосредственно грейдинга, разделение данных паттернов на три категории – это грейд-1, грейд-2 и грейд-3. Причем очень важно отметить, что данные гистологические паттерны роста аденокарциномы выделены на основании прогностических параметров. И считается, что стелящийся тип аденокарциномы является наиболее прогностически благоприятным по сравнению с тремя нижними паттернами роста – это солидный, микропапиллярный, крепреформный, которые являются наиболее неблагоприятными. И важно, что патолог в настоящее время обязан описывать процент данных паттернов и градировать аденокарциному в своем заключении. И ранее этот параметр был необязательным в соответствии с классификацией 2015 года, однако в 2021 году он стал обязательным. Новой нозологической единицей, которая была представлена в данной классификации, является СМАРТ-4 карциномы грудной клетки. Они названы карциномами и нелегкого грудной клетки, так как демонстрируют отсутствие экспрессии белка СМАРТ-4, который является белком, взаимодействующим с хроматиновым комплексом, регулирующим экспрессию других генов. В частности, в чем особенность? Довольно-таки молодой возраст выявления данной опухоли и наиболее часто выявляется у мужчин и опять же связано с курением, причем эксклюзивно связано с курением либо с жеванием табака. Интересно, что данные опухоли не демонстрируют какой-то определенной драйверной активирующей мутации, то есть они сходны по своему мутационному профилю с плоскоклеточными карциномами, за исключением выпадения данного белка, который мы можем определить ему на гистохимическом. Конечно, как Евгений Наумович сказал, что в настоящее время очень много тестов, которые необходимо выполнять молекулярно-генетическим путем с использованием ПЦР либо с секвенированием следующего покорения. И данное количество таргетных мутаций увеличивается со временем. И то количество мутаций, которые приходятся на операционный материал, да, ткани достаточно. Однако, когда мы говорим о материале биоптата в соответствии с рекомендациями НССН, либо это рекомендации, клинические рекомендации Министерства здравоохранения, которые говорят о том, что мы должны протестировать определенное количество биомаркеров. Однако, когда к нам приходит биоптат, количество клеток в данном биоптате не всегда даже достаточно для того, чтобы поставить диагноз немелкоклеточной аторциномы. И мы должны учитывать, как в своей работе, количество материала, которое приходит. То есть выше, вы видите, это операционный материал, количества опухоли довольно-таки много. Мы можем его послать и на молекулярно-генетическое исследование, выполнить экспрессию ПДЛ иммуногистохимическим способом и поставить диагноз. Однако, допустим, в данном объеме материала, опухоли, может быть, и не хватит ни для одного из тестов. Конечно, здесь важно понимать, каким путем будет идти онколог и какие маркеры будет исследовать молекулярный генетик, то есть выстраивать индивидуальную траекторию лечения. И что мы можем со своей точки зрения? В первую очередь, это те маркеры, которые не связаны с изменениями молекулярно-генетическими. Это определение экспрессии ПДЛ-1, как и в иммунных, как и в опухолевых клетках. Это иммунная подпись по типу экспрессии CD8 в Т-клетках, либо CD4, либо CD3. То есть вся характеристика, которую мы называем опухоли-инфильтрирующими лимфоцитами, несущими на мембранной поверхности различные антигены и рецепторы. А также это суррогатные маркеры генетических повреждений, в частности, это либо тестирование белка транслокации, которое приводит к образованию транслокированного белка ИЛК. Мы можем иммуногистохимически его определять с довольно-таки большим процентом чувствительности и специфичности, с использованием клона D5F3. Мы можем делать скрининг на РОС-1. Негативные результаты, они учитываются, если мы говорим о позитивных результатах. У РОС-1, конечно, необходима проверка данной экспрессии с помощью методов НГС, в частности, можно использовать. И, конечно, СПДЛ, довольно-таки большая группа препаратов, которая зарегистрирована в Российской Федерации для использования на пациентах с определенной экспрессией в опухолевых либо иммунных клетках. И, в частности, конечно же, определяющее решение назначения первой линии является экспрессия в опухолевых клетках более 50%, если мы говорим про пембролизумат. Однако, опять же, для разных препаратов существуют разные КАТОФы для назначения терапии. И обычно мы определяем экспрессию в опухолевых клетках и указываем экспрессию на поверхности мембраны любой интенсивности и выражаем это в так называемом Tumor Proportional Score или TPS, оценивая площадь позитивных опухолевых клеток. Когда к нам приходит, допустим, биоптат, какие наши действия как патологов. Биоптат может быть небольшой по клеточности и данная морфология может соответствовать как саркоме, лимфоме, меланоме и так далее. Если мы начнем проверять наши гипотезы, мы израсходуем данный материал опухолевые клетки и нам не останется того, что мы можем послать для молекулярно-генетического исследования. Данная морфология может соответствовать любой из этих карциномов, которые вы видите на экране. И, конечно же, в данном случае в небольшом количестве материала есть смысл подтвердить иногда, опять же, это крайне индивидуально, подтвердить дифференцировку, что это эпителиальная опухоль и отправить материал для молекулярно-генетического исследования. Это тоже такое возможно. И в новой классификации для этого даже введено особое понятие, как крупноклеточная опухоль, не специфицированная, если это материал биоптата, который отправляется на тестирование молекулярно-генетической крупноклеточной карциномы. И данное количество маркеров на данном биоптате мы не можем выполнить. Конечно, это тот фрагмент материала, который остается при выполнении всех исследований. Этого недостаточно для молекулярно-генетического исследования. И наш подход, который мы рекомендуем, это использование всего лишь двух маркеров ТТФ1 и П40, которые позволяют разделить карциному на плоскоклеточную и аденокарциному. И этого достаточно. Если мы не видим экспрессию П40 ТТФ1, мы все равно отправляем на молекулярную генетику с диагнозом не мелкоклеточная карцинома, не специфицированная. И важно учитывать при вашей работе с молекулярным генетиком ту платформу, которую он использует. Потому что аналитическая чувствительность платформы крайне завязана на клеточность биоптата и количество биоптата. И посмотрите, что достаточно бывает для секвенирования по сенгеру. Будет достаточно, наверное, и для других платформ. Однако то, что достаточно для НГС, не будет достаточно для ПЦР. И другой важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, это какая наша роль как патологов, это оценка патоморфоза после лечения. то, что мы также занимаемся, используем две шкалы, это МПР и ПЦР. То есть ПЦР это как раз полный патологический регресс с отсутствием опухолей и МПР. Это когда мы говорим о остатке опухолевых клеток, и это значение обычно по данным международных сообществ описывается в 10 менее процентов жизнеспособных опухолевых клеток. Наша задача правильно описать материал после резекции и оценить количество опухолевых клеток в данном материале. И обычно считается, что 10% является катофом, однако может быть специализировано в зависимости от типа опухоли, для данной карциномы это может быть 65%. Важно правильно характеристикой правильно картировать материал, который приходит на исследование и оценить тот объем опухоли, который подвергся патоморфозу и где произошел регресс опухоли. И для этого существуют специальные рекомендации, как правильно картировать, как, главное, правильно оценивать опухолевое ложе с учетом, как и количество некроза, с учетом количества лимфоцитарного инфильтрата, который находится в опухоли, оценивая в процентах количество жизнеспособной опухоли, некроза и строма. И эти те характеристики, которые как раз прямо связаны с выживаемостью. То есть это прогностические характеристики и предиктивные характеристики ответа на терапию. И все вот эти морфологические паттерны, которые мы видим в опухоли после лечения, должны быть отражены в заключении в процентном выражении. То есть количество некроза, количество жизнеспособной опухолевой ткани. И не всегда корреляция существует между описанием данных лучевых методов и тем, что мы видим при морфологическом исследовании. И об этом посвящена не одна статья, поэтому важно соотносить данные, то, что написал патолог, и то, что вы видите при лучевых методах исследования. Конечно, мы рекомендуем следующий протокол патологонтомического заключения после лечения, где описывается и тип терапии, и параметры, которые я ранее перечислил с учетом процента по отношению к опухолевому ложу, и отражаем это еще и в описании лимфоузлов. Такие же параметры с отсутствием или наличием опухолевых клеток и, конечно же, количеством пораженных лимфоузлов если выполнялась диссекция, лимфодиссекция. И существует формула, которая позволяет оценить размер жизнеспособной опухолевой ткани после лечения. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Спасибо. Спасибо.